Охранник был явно не намерен впускать меня в здание консульства. Нет, я просто паспорт заберу и всё. Изо рта валил пар. На улице стоял февральский Нурсултановский степной ветер. Был зима. Февраль. Паспорта выдается после трёх. Давай, после трёх заходи. Вы не понимаете, в это время я уже буду есть плов в чехане на оливковом масле. Ты что, не понял, что ли? Какой плов? Ты давай, без бармака возьми, наш шурпа. Зачем плов? Узбек, что ли? Давай, после трёх приходи. От отчаяния, как заблудшая дворняга, я скулил и выл на морозе, пока не свершилось чудо. О, авэ, авэ консул, консулус Европус. Спустился сие, сие толстячок в образе преподобного боженьки нашего, спустился со своими генбардами. Случилось это совсем неожиданно. Дело в том, что в этом стеклобетонном здании курить было нельзя. И вот, чтобы покурить, им приходилось выходить на этот мороз. А-а-а, я прибежал к нему на колене, как Олегин к жене генерала, и сказал, господин консул, у меня уже больше ничего не дадо. Голос сам нашёл нужные ноты и донации в голосе. Мне просто паспорт получить, и всё, мне надо уезжать. Демократия, Европа, либеральные ценности. Да, мой друг, спустившийся с пятнадцатого неба, подтверждал, подтверждал это высказывание. Он немедленно своим приказом, перстом указывающим, сказал, чтоб несговорчивый охранник немедленно пропустил меня в здание консульства. Я немедленно ринулся на девятый этаж, скачил, пробежав мимо наших знакомых девчонок пострашнее и пострашнее. Одна из них, успев подвигнуть мне, начала флиртовать со мной, но времени совсем для этого не было. Ну, давайте распишитесь уж тут, что получили. Я расписываюсь, беру свой паспорт, ловлю такси и еду в аэропорт. Раскрываю паспорт, на нём уже неделю как стояла виза со значком Евросоюза. Спасибо! Аплодисменты 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 Тур первый. Виктор Брагин. Рейтинг 1925. Одно очко из одного. Делёж первого сорок восьмого места. Мой соперник, недавно вышедший на пенсию, как-то заинтересовался шахматами. Опыта ему пока явно не хватает, но в самом начале партии он допустил довольно-таки нелепую ошибку. Я вам лишние две пешечки обеспечили мне комфортную победу. Играл я вяло, но и этого хватило. Чёрные. Победа. Второй тур. Тур второй. Накаучи. Жен. Рейтинг 2213. Два очка из двух. Делёж первого двадцати второго места. Партия сложилась на удивление легко. Противник не понял дебютной толкости. Ну, хотя один раз за всю партию я задумался. Задумался, знаете ли, так очень серьёзно. Но потом, знаете, нашёл форсированный выигрыш. Белые. Победа. Тур третий. Джонс Ричард. Рейтинг 2414. Три очка из трёх. Делёж первого шестого места. С третьего тура, наконец-таки, начались, начались сложные поединочки. Да, в самом начале партии, в дебюте я допустил ошибку, но, но мой соперник, мой дорогой соперничек-то не заметил этой ошибочки, да? Да, и он, и я, значит. Потом. Медленно. Медленно, да? Медленно, потому что быстрее я не мог, потому что думал, скорее, руками, чем головой. Я добился преимущества, а потом победил! Чёрные. Победа. Тур пятый. Нихуа. Рейтинг 2689. Четыре очка из пяти. Делёж четвёртого, тринадцатого места. У Нихуа был коварный план, и моя позиция становилась опасной. Напряжение возрастало. Он за... он меня, значит... Очень я поимел, прошенько. Но я взорачивался как мог, но шансов он мне не предоставил. Тогда ещё никто не мог предположить, что Нихуа наберёт десять с половиной очков из одиннадцати и досрочно завершит гонку с огромным отрывом. Фаталити. С Niye? Приятного оск술. Рокultro. Да. Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Города Парижа. И в Париже было восемь вечера. Ой, ой, знаете, а может быть, ночной Париж? А, я просто немножечко, две рюмки коньяка, меня взбодрили, и я не могу просто так сидеть, пожалуйста. Дрэ, поддержавший в дороге уровень своей бодрости двумя бутылками коньяка, явно не хотел расходиться. Мы подошли, пошли пешком до сущного вокзала, и здесь, как в любом вокзале большого города, было полно отбросов общества. Так, мы надгородились, надгородились, от вас до вокзала толпы, и дрэ, налегал на бордо. Что значит налегал, да? Убил бордо, правильно? Значит, и его состояние с каждой рюмкой менялось, но я никогда не видел настолько странное перевоплощение личности. Культурный человек, коренной москвич, с тончайшим чувством юмора, на глазах превращался в бандита из девяностых, готового в алкогольном угаре на любые коварства и безумия. Время перевалило за полночь, и коньяк уже нужен был, потому что вино не крышу на голову. Дрэ перешел на коньяк, и крепкий напиток будил в нем жажду приключений. Нет, я домой! Мы расплатились и пошли на вокзал, до поезда осталось 20 минут. Как раз время для одного виски. Мы, значит, сели в одном там кафешке, сидели такие, выпивали, и официант принес, но дря уже так завтра две двойные порции коньяка. Да, звены гусались, но дря на звены даже не смотрел. Я сидел в кафе, мне было нехорошо. Вокруг сломали какие-то непонятные люди, и ждал с минуты на минуту, чтобы пойти домой. Но вот тут я заметил, что сумка с компьютером куда-то пропала. Твою мать! Компьютер! Где он, ты не видел? Может, осталось в кабаке? Я рванул в пиццерию, там мыли полы. Но, месье, за варианты сэн, сбывались мои худшие опасения. Я вернулся в бар. Дрэ стоял с полным бокалом вина, и очень увлеченно разговаривал. Он нашел у свидетеля кражи, и он был полон оптимизма. Вот, вот этот парень все знает. Он показал нас муглого тинейджера небольшого роста. Он, он три араба украли, сейчас он все расскажет. Юноша сам походил на араба, но вдруг румын. Мо? Уи, уи, живу, как ты. Живу, риан. Ты же мне только что все рассказал. Дрэ не мог поверить своим ушам. Экскемуся, мусиэ, не жуне пала Русс. Дрэ вдруг понял, что над ним издевался этот щенок с восточного вокзала. И просить его на твоему немогу. Ты что, тварь? Ты с кем шутишь? Дрэ закурил. Дрэ не... И спихнул пепел сигареты парню прямо на глаз. Ты что, мразь? Лоха нашел? И коротко затянувшись, Дрэ спихнул с пепел сигареты парню прямо в лицо. Еще раз! Румыно-араб с большой силой оттолкнул Дрэ двумя руками. И гроссмейстер упал на пол. Поднявшись, он сделал несколько неуклюжую, но, в общем-то, удачную попытку нанести ногой в голову. Но тут в драку вмешались бармены и всех выгнали на улицу. Парень куда-то исчез. Звонить мусорам! Дрэ закричал и пошпалез за мобилой. Но карман оказался пуст. Пока он разыгрывал гамстера, другой просто занимался своей работой и исчез вместе с дорогим телефоном. Сейчас пойдем в отель, будем звонить оттуда. Нельзя оставаться, надо идти до конца! Итак, мы пошли по ряду небольших маленьких гостей, чтобы все закрыто. А вот в одном отеле нам открыл дверь большой араб средних лет. Он не дал позвонить. И я, значит, телефон был, пожалуй, его ровесником. Я набрал номер полиции, принялся звонить. Но славянский отец не вдохновлял французскую полицию. Три араба. Арабы украли у нас компьютер и телефон. Арабы за стойкой ресепшн нервничали. Им явно не нравился ночной гость. Ах ты, подсилка полицейская! Рука ответила двумя коронавшими гурками и полетела в сторону. Креки белой яростью. Огромный араб вышел из-за стойки пара. И... А ну, дрожать! Прямо на страху! Пардон, миссия, мы уходим! И мы рванули на выход. А-а-а! Знаменитый драк Титрэйс Проседут Кэмми прошло уже больше года. А рано так и не заживало. Давай, вся надежда на тебя. Мы шли по узкому проходу в свете ночных фонарей. Навстречу шла группа больших черных парней. Кода назад уже не было. Я приготовился к самому худшему. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Разливая собравшимся гостям напитки по чашкам и юмкам, Гроссмейстер начал очередной рассказ о своем излюбленном персонаже. Грустно, грустно, что никто так и не написал книгу про шахматного доктора Трэйс. Упоминание этого ставшего уже легендарным персонажа вызвало оживление за столом. Конечно, ведь именно он создал легендарные французские глаголы ПЕТУШЕ и ПЕТУШИЕВА. Переводить не надо у них русские корни. Итак, воодушевленный интересом слушателей, рассказчик с энтузиазмом продолжал. Сидим мы как-то на Сон-Мишель. Шикарный район Дампланкер до Париж. В самом сердце Парижа. Спасибо. Рядом с собором Нотр-Дамп, ныне, к сожалению, почившим. Не зря Хамингуэ и Пикассо проводили здесь молодые годы и воспели так, что в этом сейчас фильмы снимают. Рестораны, бары, кафе на любой вкус и кошелек. В общем, приехали туда мой французский одноклубник Яниго Золи с подругой, к Савье, друг и тренер, классный, кстати, мужик, и Люба. Люба. Знакомая, очень хорошая знакомая, моего товарища Арно. Люба переехала из Питера и уже 300 лет как живет в Франции. Вышла за руш, развелась. Ну, это здесь нормально, в Европе-то как? С нормальными бабами плохо. Все какие-то страшненькие, ну ничего, чего. Но в основном все-таки страшненькие. Ну, хорошенькие есть, но мало. А такие, как Моника Белумовича, Софи Лорен, нет, такие только в кино. Поэтому на наших спрос очень большой. Какая-то девчонка, которая в Воронеже или Одессе, даже ни у кого не вызовет энтузиазма, где-нибудь в Марселе станет королевой красоты. Поэтому Люба охмурила французика, а сейчас хоть и одна, но прекрасно живет. В Москве есть, одевается как девушка, не черти что. Ну, в общем, таких тут полно. Два ручек. Сказал очень хорошо знакомый с лексикой рассказов про Дре, компьютерщик Сашек. Ну да, тварь. Тварью Дре называл очень беззлобно любую женщину от 18 до 45. Так вот, одна из гостей, которая, кстати, и на наших улицах могла вызвать энтузиазм, слушала эту историю с очень-очень большим интересом. Так вот, сидим что-то едим, Дре только пьет. От еды он категорически отказался. Они с Гозлом уже неслабо приложились к красному, пока ожидали нас в баре. Но Гозел-то, во-первых, француз, во-вторых, мужик с мозгами, в-третьих, к нему приехала его подружка. А вот о Дре этого сказать нельзя было. Но все-таки сидим, болтаем, все на французском, а я, Дре и Люба на русском. Все очень мило, настроение шикарное, турнир позади, завтра никуда идти не надо, все прекрасно. Французы, знающие Дре, очень любят сидеть с нами. Здесь просто нужно сидеть, ждать, и представление начнется само собой. Но пока все спокойно, Дре лишь слабенько докопался до носика бывшей ленинградки, мол, гавказский он. Нет, я ничего против них не имею, они, мои братья. Но ты честно скажи, грузинка ты, армянка. Да русская я, папа, мама, все русские. Это я, русский. А ты? Ну, извини. Ну, в общем, сидим дальше. Тем временем компания пришла к десерту, настроение улучшилось, но Дре уже набрался и периодически сотрясал ресторанную террасу своими выкликами. Жан-Маре Ле Пен, фронт националь, библя Франц. Национальный фронт, да здравствует Франция. Тяжелый кулак Дре обрушился на стол. Минуту спустя туда же обрушилась его голова. Публика вокруг проглотила, вопреки имени одиозного лидера французских националистов, ну, а нам выпало удовольствие посмеяться над политической смелостью нашего друга. Он уже совсем перестал участвовать в общей беседе, перешел на виски. Люба же блистала. Люба блистала, производя, как всегда, неизгладимые впечатления. С этими восторженными фразами она иногда напоминала актрису, играющую в Чехово, иногда героиню позднего Клунина, иногда даже новую марианну, символ современной Франции, способную дать силы на реклеющей Пятой Республике. Ой, когда я в последний раз была в Нью-Йорке, я так люблю бывать в Нью-Йорке, так вот, когда я в последний раз была в Нью-Йорке, щепетала она, мы там всегда ходим на представления, но в последний раз... Но ее перебил внезапно очнувшийся Дре. Ты лучше скажи, когда в последний раз ты раздвигала ноги? Возникла пауза, этого поворота никто не ожидал, и все, кроме самой восторженной Любы, замерли в предвкушении. Спектакль становился по-настоящему русским. Впрочем, у пахихих, когда я не заказался в тяжелом состоянии уважаемого друга, все продолжили живо беседовать. Девушка вскоре вновь, обретя почву под ногами, продолжила, «Боже мой, Боже, я так люблю Францию, я так люблю Париж!» Но Дре вновь разразился на языке вольтера. Мы иските, коллег-руспит вам в танташет. Но любишь ли ты, когда большой член входит в твою киску? Народ слегка напрягся. И только Люба осталась такой же восторженной и легкой Очаровательной, словно и не заметив Цветистой реплики своего соотечественника Когда же время переводилось далеко за полночь Пришлось расходиться даже в латинском квартале Вечером воскресенья Таить себе утро понедельника К сам я еще с вечера пообещал Подвезти трех друзей до дальнего пригорода Согласился подбросить и Любу до ее квартиры В квартиру на поливале Монопортас Все сели такси Дре Не видя, что Люба едет с нами Громко рассуждала о планах на ее счет Да вы не переживайте Вы не переживайте Эту проститутку я накажу Завтра позвоню в Москву Там у меня Олежа Ивановича Мы везем твой вес Возьмем три И будем наказывать У Ивановича всегда на этот случай С собой чемоданчик Большой белый полотенца Блин Стоп Вдруг рассказ перебила наша красавица А как они собрались наказывать ее в лесу?